Друзья, всем доброе утро! Мы находимся сегодня в Схидаме. Хочется вам показать кусочек нашей истории. Одним самым популярным местом является музей позади меня. Посмотрите. Музей центра Схидама. Вот так он выглядит. Наш музей центра Схидама. Я только что уже зашла вовнутрь, купила билет. Ну, в общем, не билет, а я получила вот такой вот стикер. Вот такой вот стикер, чтобы сойти вовнутрь, чтобы не снимать, как это все происходит. Хочется сказать, что значит мой билет стоил 5 евро. 5 евро, потому что я живу здесь в Схидаме. Когда вы сюда заходите, вас спрашивают, живете ли вы в Схидаме или нет. Если вы не живете в Схидаме, то я не знаю, сколько будет стоить ваш билет. Но так как я живу здесь, поэтому мой билет стоил 5 евро. Значит, хочется вам показать наш кусочек истории. Давайте же зайдем вовнутрь и посмотрим, как все выглядит. Мы направляемся вовнутрь. Смотрите, огромная красивая колонна. Здание напоминает римскую архитектуру. Обратите внимание, внутри вот такие вот высокие двери. Внутри вы увидите, я уже заходила вовнутрь. Внутри вы увидите, люди сидят, пьют кофе и чай. Смотрите, мы заходим вовнутрь. Вот красивая такая архитектура. Заходим вовнутрь. Обратите внимание. Вот наши стенды. Огромная колонна. Смотрите, какая красивая архитектура. Итак, что мы видим? Мы видим книжки. Вот издательство. Всякие возможные книги. Даже книжка Коко Шанель. Это пародия, кстати. Такие вот книжки. Что у нас дальше? Дальше у нас тоже вот такой вот музейник. Обвести внимание, на стенды, на этолажах расположены материалы из куса. Очень старые. Смотрите. Это открытки. Вот так выглядит открыточный стенд. Кстати, здесь написано, что вот открытки стоят евро 10. Вот, смотрите. Если вам нравится открыточка, вот, подписывайте. Такую открытку. Красиво. Вот картина. Вот так вид огромный стоит. Смотрите. Это осталось еще с древних времен. Это один из механизмов мельницы. Смотрите. Это музыкальная коробка мельницы. Ночники. Ночники не продаются. Но вот это вот продается. Смотрите. Это такие, походу, капилляры. Смотрите. Что здесь? Это животное в миниатюре. Смотрите. Стоит 85 центов. А у нас еще здесь тоже книжки. Смотрите. Вот там наверху вот такая вот архитектура. Смотрите, какой плафон. Огромные окна. Смотрите. Вот так выглядит стенд. Такой высокий. Прямо достает до потолка. Вот. Очень много народу. Смотрите. Люди пьют кофе. Кстати, нам нужно пройти туда вовнутрь. Смотрите. Проходим вовнутрь. Ребятки, мы находимся в зале мода. Здесь пишется все про фэшн, все про стайл и все про моду. Смотрите. Здесь даже есть указания. Семь фактов моды. Вот так выглядит такая вот мода. Я не знаю, насколько вам нравятся такие штуки. Здесь даже галерея. Смотрите. Смотрите. Если так посмотреть, то кажется, что это самая новая мода. Новинки. Смотрите. Еще здесь. Такие вот платья. Кому нравятся такие платья, можете писать в комментариях. Мне так кажется, что это какие-то модные тренды для женщин, которые носят повязку на голове. Если честно, на видео вот так написано. Смотрите. Вот следующий зал моды. Вот такой красивый зал. Пишется на разных языках. Смотрите. Вот эти вот блокады, которые вы видели только что на фото. Но хоть и здесь. Вот они. Обратите внимание. Написано на разных языках. Арабский. Японский. Кстати, русский. Смотрите. Вот, пожалуйста. Русский язык, ребятки. Нигде не забывается. Давайте посмотрим, что у нас дальше есть. Вот такой тоже стенд. Ребятки, это что, наши матрёшечки? Смотрите. Наши матрёшки. Матрёшка в Дубае. Матрёшка в Дубае. Кто такое придумывает? Вот такая вот фотография. Кстати, женщины с платками. Вот такой вот стенд. Честно, я так понимаю, что музея, посвящённая женщинам, которые носят платки на голове. Теперь я понимаю, почему там такие фотографии. И вот, кстати, это считается тоже модой и искусством. Женщины, которые носят платки и которые носят такие вот одежды. Кстати, что хочу сказать. Это различные залы моды. То есть, мода для каждого. Посмотрите, я не знаю, какие там дальше залы, но мы вот так поднимаемся по лестнице и посмотрим, какие у нас там есть ещё фэшены. Стал 9. Модест фэшен. Давайте посмотрим, какой же фэшен у нас здесь. Вот такой фэшен у нас. Так, продолжаем наш поход по музею. Итак, вот такие вот картины. Кстати, как вы видите, вот так вот ходят тоже очень многих женщин. И здесь видно как бы лицо, но только глаза. Здесь видно только глаза. Немножечко предыстория. Вот её рассказ. Это посвящено походу женщинам Ирана. Такие вот манекены. Такие вот стенды. Похоже, кстати, на Сальмухайек, ребятки. Только это не она. И, кстати, вот такой вот фильм. Интересно, как сделано. Так вообще класс. Женщины различных национальностей. Здесь, смотрите, различная культура и различная культура и различная национальности. Смотрите, вот так выглядят другие манекены. Я не знаю, насколько это фэшен. Такое ощущение, что это фэшен с каждой стороны. О, кстати, это известная голландская певица Анук. Смотрите. Видите? Анук во всех. Девочки, это, походу, Украина. Это лифт. Давайте зайдём в лифт. Если честно, вот там ещё лестница, да? По лестнице уже нету сил ходить. Интересный такой музей фэшена. И пишется, кстати, даже на лифте, если вы спешите, то используйте лифт. Вот это я снимаю. Всем привет. Мы находимся в лифте. Вот закрывается лифт. Вот находимся в музее. Только что посмотрела все возможные фэшены, которые только можно было. Смешно очень. Но смотрите, здесь, походу, три этажа. Вот. Мы спускаемся на первый этаж. Давайте ещё посмотрим, что у нас на первом этаже. Направимся мы ещё в тот зал. Давайте посмотрим, что у нас такой вот стенд здесь. Здесь такой тоже стенд. Смотрите, всё старое. И, конечно же, куда же без колландского флага. Боже, чай с лимоном, лимонад. Смотрите, это такой буфет. Такой буфет. Все люди кушают. Смотрите. Давайте пройдём, посмотрим, что у нас далее. Вот такой огромный зал. Искусство, смотрите. Современное искусство, ребятки, смотрите. Такие вот картины. Здесь пишется походу на испанцико. Картина-галерея. Все различные картины. Смотрите. Похоже на рыбку. Больше всего мне нравится этот чайка. С такими туфлями. Что ещё? Какое искусство у нас ещё есть? Вот такое вот искусство. Ну, кстати, да, такая вот картина. Очень искусная, ребятки. Похоже на домино. Серьёзно. Вот ещё одно. Это, походу, здание Браттердарми. И что это? Мокрый калаш. Смотрите. Это живое. Поднимается наверх. Боже, что это? конвейер. Это такой конвейер. Конвейер. Ну что ж, что у нас дальше? Это тоже какое-то искусство. Не знаю, какое. И этот тоже. Ну что ж, ребятки. Значит, это был наш тур по музею. Я вот до сих пор нахожусь в этом зале. Но это как бы последний зал для просмотра. Было ещё два зала фэшна наверху. Но я туда не поднималась. Как бы я поднялась в три основных зала. Честно, мои впечатления от музея как бы очень интересные. Интересный музей. Такая сфера. Тоже как бы люди собираются на первом этаже. Немножечко пьют кофе. Пьют чай. Как-то так душевненько, вы знаете. Шхидавовцы, они такие все старомонные. И они как бы, ну, приветливые, если честно, люди. Но они немножечко старомодные. Вот, допустим, как бы такие вот съёмки, как иногда бывают вопросы. Но, вот. Мне понравился музей. Мне понравился наш тур. Я пойду выпью кофе или чай. Потому что реально хочется пить. Мне было интересно вам рассказывать и показывать нашу историю и наш музей. Всем приятно за то, что вы подписываетесь на моём канале. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пу-гу.